Приветствую вас! На самом деле, не первый мужчина, первая ваша любовь, не настоящий мужчина, не является чем-то истинным и не является тем, кого вы любите. С первым мужчиной вас связывают чувства, влюбленность, возможно, период взросления, период какого-то такого формирования женственности. Со вторым мужчиной вас связывает комфорт и, собственно говоря, какая-то такая определённость. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вы боитесь одиночества, потому что одна, по сути, как я понял, вы и не были. Одиночество, страх одиночества говорит о том, что вы себя не принимаете, такая, какая вы есть, и, соответственно, вам с собой некомфортно. Второе, что я увидел, это то, что вы считаете, что вы обязаны быть с кем-то, считаете, что вы должны оправдывать ожидания других людей, например, вы родители, которые многого от вас ждут, и вы считаете отношения долгом. Это такой же ключевой момент, потому что именно тот факт, что вы считаете отношения долгом, именно тот факт, что вы пытаетесь сделать отношения правильными, возращает вас с мыслями в прошлое, когда вы поступали, по вашему мнению, неправильно. Условно говоря, после той первой любви, другие отношения вы пытаетесь строить слишком рационально, может быть, слишком выверенно, что и приводит в итоге к тому, что вы не счастливы в отношениях совершенно. На мой взгляд, эту ситуацию можно и нужно разрешать, но для этого необходимо освободить вас от страха одиночества, от излишнего чувства долга, от стыда, от обвинения и от представления о том, что вы должны быть для всех хороших. для всех хороших не будешь, обидеть кого-то вам все равно придется, точнее говоря, не обидеть, а выразить свои чувства, потому что со своим настоящим мужчиной вы, по факту, не являетесь собой, вот. Ага, и, собственно, тот факт, что вы допускаете отношения с первой любовью, уже говорит о том, что вы к своему настоящему мужчине не относитесь сколько-нибудь искренне, сколько-нибудь, как бы, ну, может быть, вы его и уважаете, конечно, но вот о любви здесь никто не говорит. И если вы действительно считаете, что ваш мужчина хороший, то я полагаю, что вы также считаете, что он достоин любви, а если вы считаете, что он достоин любви, то его лучше оставь, и чем быстрее вы его оставите, тем лучше будет для него. Да, ему будет больно, но, по крайней мере, он сможет жить дальше. Сейчас же вы просто тянете всю эту резину, тянете отношения, хотя, на самом деле, их нет, по сути. Вы сами говорите, что я не могу дать ему столько любви, сколько, ну, сколько нужно. Вот. Хотя, кому нужно и где эти рамки любви, это отдельная история немного. Вот. Дальше. Что касается нормы или не нормы воспоминания о первой любви, то, и, конечно, во многом это просто воспоминания, и во многом, мне кажется, если вы попробуете отношения сейчас, у вас вряд ли получится, или вы разочаруетесь, но вопрос не в этом. Вы всегда будете тягоститься воспоминаниями о первой любви, даже если вы попробуете, вот, в идеальном случае, вы попробуете отношения с первым своим мужчиной, они у вас опять не получатся, и вы все равно будете возвращаться мыслями туда, вот, в подлосковый возраст, потому что тогда вы были свободны, тогда вы чувствовали на полную каточку, сейчас это вы себе запрещаете. Именно с чувством долга, с чувством надо, с чувством обязанности, с совестью, как вы называете, с чувством вины, и так далее. Вот эти моменты вам необходимо для себя корректировать, подкорректируйте, освободите, станете свободнее, станете свободнее выражать свои чувства, перестанете стыдиться их, и перестанете брать ответственность на себя, для других людей, в частности, за ожидание кого бы то ни было от вас, вот, и, поверьте, вам будет проще сделать выбор. А тогда, глядись, уже и молодой человек первый потеряет свою привлекательность, и вы духовно свободны будете и так. Но другое дело, что это определенная работа, эту работу нужно проделать вам, я не знаю, готовы ли вы к ней, если нет, но если готовы, выбирайте эксперта, и начинайте консультироваться, я полагаю, что результаты обязательно будут. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.